Там можно ноги переломать, но в общем проблема очень серьезная, я считаю, и мы поднимали этот вопрос. Жители третьего микрорайона пришли на прием к депутатам-калищикам с вопросом о ремонте тротуара около дома номер 30А по улице Парижской коммуны. Ежедневно здесь проходят сотни людей, школьники, молодые мамы, пенсионеры. Пешеходная дорожка разбита, добиться ремонта пока не удалось. Депутат Сергей Габов об этой проблеме знает не понаслышке и уверен, что совместными усилиями с администрацией города можно сдвинуть ее решение с мертвой точки. Там такая узкая дорожка есть, по которой ходить уже практически невозможно. Мы поднимали неоднократно этот вопрос, но пока ждем результата. Нам обещали, чтобы поднимать этот вопрос и поставить, может быть, приоритетом на первое место. В том, что под лежачий камень вода не течет, уверены и другие жители Соликамска, а потому пришли на прием к депутатам-калищикам. Сфера ЖКХ наиболее актуальная. В частности, собственников микрорайона «Красная» волнует вопрос взаимоотношений с их управляющей компанией. Найти общий язык порой непросто. У нас получается наоборот. Не собственники руководят этой организацией, а организации руководят собственниками. Что они скажут, хочешь не хочешь, да еще грозят за то, что не будут это подписать, а мы вообще его делать не будем. Когда один в поле не воин, выход один – создавать совет дома. Об этом сказала участвовавшая в приеме начальник управления городского коммунального хозяйства Мария Денисова. А депутат Дингис пообещал найти место для проведения собрания жильцов и присутствовать на нем лично. Общественная приемная по жилищно-коммунальному хозяйству организована по инициативе депутатов-колещиков. На первый прием со своими избирателями пришли депутаты Владимир Фурсов, Сергей Габов, Александр Хлызов и Дмитрий Дингис. Мы с моими коллегами, перед преговорной компанией получали наказы от жителей города, что такая приемная необходима, потому что есть насущные вопросы, которые должны решаться здесь и сейчас. То есть по инициативе была она открыта, мы выполнили свои обещания. Причем обращаться в общественную приемную могут жители всего города, а не только тех округов, которые представляют депутаты-колещики. Приемная будет работать два раза в месяц – первую и третью в среду. А вот записаться можно по телефону 3-41-84 каждый понедельник. Встречи будут проходить в общественной приемной депутаты законодательного собрания Александра Шилаева во втором корпусе гостиницы. Разбираться в проблемах будут не только депутаты-колещики, но и специалисты в сфере ЖКХ. Алексей Запутряев, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.